5 глава, 29 стих. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твое было ввержено в гиену. Правый глаз символизирует ум, мысль человека. Вырви его и брось от себя – это образное высказывание, которое призывает без промедления вырвать возникшую злую, завистливую, похотливую и всякую другую подобную мысль. «Блажен, слышим в Псалме, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о камень» – Псалом 136, 9 стих. Младенцы – это только что возникшие греховные мысли и чувства, ещё не успевшие глубоко проникнуть в душу. Если их не разбить о камень, то есть молитвенному обращению к Христу, камень же был Христос, 1 Коринфянам 10, 4 стих. «Они настолько могут захватить человека, что действительно всё тело его, то есть весь он, ум, чувство, воля, нервы, психика, окажутся в капкане страданий, в настоящей огненной гиене распалённой страсти» – Иван Георгий от Матфея, 18 глава, 8-9 стих. 30 стих. Иван Георгий от Луки, 6 глава, 38 стих. «Эти последствия проявляются в мучениях совести, в страхе быть пойным и получить по заслугам уже здесь, в этой жизни, тем более отмериться там, когда всё откроется». 32 стих. «А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует». «Если муж разводится с женой или жена с мужем, чтобы вступить в другой брак, с разведённой из-за него, или она с разведённым из-за неё, то они прелюбодействуют, как, например, Ирод женился на жене своего брата Филиппа». Иван Георгий от Матфея, 14 глава, 30 стих. «Эта евангельская оценка не распространяется на тех, которые вступают в брак с разведёнными не по их вине, но прелюбодеянием является также супружеская измена или расторжение брака и вступление в новый брак при несубледении тех церковных правил, которые разрешают это делать». Перечень допустимых причин для развода находим в документе «Основы социальной концепции» Русской Православной Церкви, принятой на Архиерейском Соборе в 2000 году. В нём говорится, в 1918 году поместный Собор Русской Церкви в определении о поводах и расторжении брачного союза, освященного Церковью, признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния и вступления одной из сторон в новый брак, также следующее. Противоестественные пороки, оставляю без комментариев. Неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюся следствием намеренного самокалечения. Заболевание проказа или сифилисом, длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию, соединённому с лишением всех прав в состоянии. Посягательство на жизнь или здоровье супруги или супруга, либо детей, снохачество или сводничество, излечение выгод из непотребств супруга, неизлечимую тяжкую душевную болезнь, злонамеренное оставление одного супруга другим. В основах социальной концепции этот перечень дополняется такими причинами, как заболевание с ПИДом, медицинский засвидетельствование хронической алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа. Однако все эти основания для развода нельзя рассматривать как необходимые требования, а не только допущение, возможность для расторжения брака. Окончательные же решения всегда остаются за самим человеком. Пятая глава, 34 стих. А я говорю вам, не клянись вовсе. Здесь речь идет о запрещении клятся тем, над чем человек невластен, поскольку такая клятва носит или кощунственный характер, например, клятся Богом, или пустой, лукавый, например, своей головой жизнью. Но есть и другая клятва, когда выражается полная решимость исполнить долг совести, например, военная присяга. В этом случае гарантом верности слова является нравственное достоинство самого человека. О подобной клятве положительно говорят и апостольские слова. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор. Их послание к евреям, 6 глава, 16 стих. Поэтому и такого рода клятвам запрещение Христа не относятся. 39 стих. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И это образное выражение Христа, которому он с помощью понятной для всех картины указывает, как следует вести себя в сложных ситуациях межчеловеческих отношений. Речь здесь идет не о том, что делать во время избиения, драки, хулиганства, на войне и так далее. Сам Христос на сведе не подставил другую щеку ударившего его. Иван Гриотея, 18 глава, 22-23 стих. Но указывается, как поступать, когда в резком конфликте, споре ударят по щеке ругательством, обманом, хитростью, лукавством, насмешкой и так далее. И вот мудрый совет. Если созлобленным, упорствующим человеком говорить уже невозможно, то лучше сдержаться, промолчать, как бы взяв вину на себя, подставив другую щеку. Таким образом можно предотвратить развитие конфликта, избежать тяжелых последствий, а затем восстановить и нормальные отношения. Этот совет особенно важен в семейной жизни. В этих словах Христа, конечно, нет того смысла, который увидел Толстой, развивший учение о так называемом непротивлении злонасилием. Его взгляд прямо противоречит всему контексту Евангелия. Христос применил насилие к торговцам в храме. Он одобрил фактически даже применение военной силы, сказав «нет больше той любви», как если кто положит душу свою за друзей своих, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Поскольку именно в условиях войны приходится убивать врагов, умирая за друзей своих, история церкви, жизнь множества православных святых прямо свидетельствует именно о таком понимании слов Спасителя. Пятая глава, 40-41 стих. «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним, одно поприще, иди с ним два». В этих словах вновь с помощью ярких образов повторяется очень важная мысль. Не занимайся бессмысленными спорами, доводящими страсти до кипения. «Сделай сейчас, насколько можешь, что требует другая сторона, и даже как бы больше. Такая победа над собой, по духовному закону, принесет и тебе, и тому человеку большую пользу». Преподобный Авросий Оптинский говорил, «Кто уступает, тот больше приобретает». 42 стих. «Просящим у тебя – да, и от хотящего занять у тебя не отращайся. Помочь нуждающемуся и делом, и разумом, и советом, и сочувствием, то есть проявить любовь к человеку – это вторая по значимости великой заводь Божия. Но и она, как всегда и во всем, требует не просто формального исполнения, а ума и сердца. Отцы говорят, нет добродетели без рассуждения, необходимо выступать по воле Божией, которая известна каждому христианину и заключается в том, чтобы все делать по совести и с внимательным, бесстрастным рассмотрением дела. «Ибо бывает и то, о чём говорит древняя мудрость, всё, что даётся дарм, способно разращать». Иван Григорий Отматфеев, 5 глава, 7 стих, 6 глава, 1-4. 43-44 стих. «Вы слышали, что сказано любви ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите агапаты по-гречески, врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за бежащих вас и гонящих вас». Этими словами Господь показывает прежде всего несовершенство ветхозаветных заповедей, которые давались фактически только еврейскому народу с учётом особенностей его психологии, его нравственного уровня. И потому проистекали из доступного ему ограниченного, неполного откровения о Боге, понимаемого как высшая справедливость. Христос противопоставляет этому непонятные для ветхозаветного человечества откровения о Боге любви, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. Но что значит «любить»? В греческом языке есть несколько слов, которые на русский язык переводятся одним словом «любовь». И все они имеют свой особый смысл. Так человек может испытывать чувство сердечной жертвы на любви, например, к родным, друзьям. Для такой любви в греческом языке есть слово «филия». Как известно, у самого Христа был любимый ученик Иоанн. Не об этой любви говорит Христос, когда призывает любить врагов. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари, если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают язычники Евангелия от Матфея, 5 глава, 46-47 стих? Употребляемое здесь в греческом тексте слово «агапи» – «любовь» означает прежде всего отсутствие ненависти, желания зла, жажды мести по отношению к кому бы то ни было и справедливое, нелицеприятное отношение ко всем людям и к друзьям, и к врагам. Но такая любовь совсем не означает отсутствие праведного гнева на тех, кто творит зло и совершает преступления. Христос гнева обличал фарисеев-законников, книжников-богословов, священников-архиереев за их лицемерие, за обман и совращение еврейского народа от веры в Царство Небесное, к поклонению Царству Земному Мамоне, Иоанн Георгий от Матфея, 6 глава, 24 стих, 48 стих? «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Тогда такого призыва к человеку не знало и не смело даже предположить ни одна религия, исповедующая единого Бога. Только Христос открыл это величие Бога, сданного человека, нераздельно, неразлучно, соединившись с человечеством, он вознес его и посадил одесную Бога. Евангелие от Марка, 16 глава, 19 стих, показав, что искупленный человек садился, как сказал апостол Петр, причастником божеского естества. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 4 стих. Субтитры создавал DimaTorzok